Мы говорим о благодати Иисуса Христа, Евангелия благодати. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Внимание дальше. Но я ни на что не взираю и не дорожу в свою жизнь, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Я повторяю, только бы с радостью, даже умирая, с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Смотрите, что это? Проповедать Евангелие благодати Божьей. Евангелие, благодать и Божие Вы должны знать, что закон и благодать Писание говорит, что через Моисея произошел закон Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа И вы должны понимать сегодня очень интересные вещи Которые я буду говорить на этом саммите, особенно завтра Но сегодня я сделаю вступление Вы должны знать, мы строим отношения с Богом И мы пытаемся от Бога что-то получить Достигая Его своими хорошими поступками Своей праведностью, своей святостью Своими какими-то достижениями Своим каким-то добрым поведением Но вы должны понимать, что такое благодать Что такое жить верой в благодать Вот что такое христианство, вот что такое Христос Вот зачем была нужна смерть Иисуса как жертва Теперь слушайте, что произошло Когда Иисус умер, благодать высвободилась Благодать это дар, который не заслужен Поэтому ты, когда даже ты провинился Ты рассчитываешь не на то, чтобы просто получить даже милость Милость, аминь, ты рассчитываешь на милость Но есть что-то большее, ты рассчитываешь получить подарок от Бога В то время, когда ты должен быть наказан Вот что такое благодать Потому что благодать никак не может быть связана с твоими делами Она не может быть связана с твоими плохими делами Или хорошими делами Благодать это суверенное решение Бога Дать тебе все свои подарки, которые Он тебе приготовил Ты скажешь, почему тогда я не получаю Вот слушайте, что я получил от Бога И я это получил от Бога, когда я проходил год ада И тогда я был еще студентом колледжа И Таня училась вместе со мной Пастор Таня, мы вместе учились с ней С ее мужем Игорем С Янышем Сергеем, с канцером Юры Мы со всеми вместе учились И они были харизматы Мы были законники Там была своя история Но послушайте, что было интересно Когда этот год ада прошел Знаете, как он закончился? Бог проговорил мне из послания к Галатам И я вам прочитаю это местописание Прежде чем я зачитаю вам Важные какие-то вступительные понятия о благодати Которые сегодня немножко изменят ваши отношения к Богу Ваши отношения к себе И вы поймете, насколько все может быть по-другому Смотрите Внимание Пятая глава Галатам Четвертый стих Бог сказал мне Вы, оправдывающие себя законом Остались без Христа Отпали от благодати В этот момент, когда я получил этот стих В этот момент Я находился на веранде Я лежал на диване и читал писание И Бог сказал мне это И Он мне сказал Если ты хочешь хоть копейку дать за дар Ты остаешься без дара Я так испугался, что я начал просто внутри Это все в секунду было Я говорю, Бог, что же мне делать? Что же мне делать, чтобы получить этот дар Благодати Чтобы, вы представляете Без Христа даже человек остается Без Христа И отпадает от благодати Вот что происходит Но мы к этому вернемся Сейчас только вступление Слушайте И Бог мне сказал Ты ничего не можешь сделать Я сказал, как ничего А что же мне делать? Ничего Просто благодарить Как благодарить? Так я могу даже ничего не просить Я все имею во Христе Иисусе Да? Все, что ты подумаешь Ты можешь благодарить Что оно у тебя уже есть И я начал так жить И в этот Это было вечером Слушайте, утром Я ехал Получается Это произошло Утро было И я ехал в трамвай Я вышел из трамвая И вот такая ситуация Ехал КамАЗ Огромный большой КамАЗ Фура Отказали тормоза Она летела просто со всей силы С огромной горы И в конце врезалась в бетонные перекрытия С машиной не осталось ничего Ни кабины, ничего И я помню, как я сказал Бог Я прошу тебя Помилуй этого человека Я такой любовью был наполнен Это вообще Друзья, уже в то время Со мной так Бог работал Что я говорил Бог, помилуй Я не могу этого пережить Что этого человека нет Что этот человек разбился Помоги Никто за него не молится Я стою молюсь Смилуйся надо мной Я говорю Смилуйся И вот вы знаете, друзья Я возвращался, когда вечером Этот КамАЗ все стоял там Я подошел и спросил А что с водителем И сказали Вообще ничего Он поломал ногу Только и все Это была благодать Бог может по благодати Творить самые невозможные вещи Я стоял и смотрел на кабину Кабины не было Как он мог просто поломать ногу Друзья, чудеса Вот что такое благодать Когда вы сейчас видите эти исцеления Видите эти освобождения Чудеса Когда массово люди По всему миру освобождаются Это благодать Иисуса Христа действует Которая живет во мне откровением И переходит к тебе Теперь послушайте Когда благодать действует Ты не можешь взять И попробовать ее как-то заработать Как-то достигнуть Как-то заслужить Как только ты попробуешь это сделать И ты сделаешь что-то, чтобы ее иметь Благодать перестает быть благодатью Дар перестает быть даром То есть это уже не благодать Это ты уже заработал по делам А по делам мы заработали только смерть Теперь внимание Я хочу вам зачитать что-то Сегодня Как вступление Это то, что я описал в духе Послушайте Что такое благодать? Мы на саммите Поэтому мы учимся Я хочу, чтобы вы взяли конспекты Что такое благодать? И теперь слушайте внимательно И записывайте Это его личное То есть личное Благословение Иисуса Оно его личное благословение Он один такой был у Отца Как непогрешимый То есть абсолютно непогрешимый Слушай дальше Возлюбленный Божий Сын Которая по закону А какому закону? За грех смерть По закону Христос Он взял И стал тобой На кресте Он взял полностью все Абсолютно грехи Которые ты делал в свою душу Вину за них Осуждение за них Он взял за них За все эти грехи Полную ответственность Как будто бы Понимаешь Вот ты убегал От ответственности И за углом тебя Иисус поймал И одел твою одежду Ты был окровавленный Потому что ты пролил Финансовую кровь Ты пролил кровь Обиженные люди были Ты пролил кровь другую Пятую, десятую Ты весь в крови был Возможно вообще Ты в крови Весь с ног до головы был Он взял Вымазался в твою кровь И так как ты сотворен По его образу и подобию Вас не отличишь И его судили За тебя По закону Который Христос Исполнил на кресте И он сказал Каталасо Оплачено Он полностью оплатился Он умер на кресте И так как он Был судим За твои грехи За одно преступление Два раза Не судят Ты уже Не можешь быть судим Когда ты покаялся И веруешь Теперь слушай Дальше Он передал тебе Лично Благодать Это Вот смотрите Есть проклятие Проклятие Это юридическое Право Дьяволу Действовать в жизни Человека Благословение Это юридическое Это юридическое Право Духу Святому Действовать В жизни Человека И когда Христос Когда Бог Посетил меня В 2004 В 2004 Я не понимал До конца Как это происходит Но когда я Произносил слова Я разрушаю Родовые проклятия Я разрушаю Родовые проклятия И сразу же Моментально Масса людей Стреляли в зале Я разговаривал С Богом Об этом И однажды Бог показал Дух Святой Что не грубая сила Он мне все это открыл Я думал Что когда он приходит Он все сносит Но мне показалось Что люди Как будто в стеклах В скапандрах Стекло идет Это проклятие Слушайте дальше И когда Дух Святой Движется Он доходит до этого стекла И дальше не может идти И мне Христос Дал власть Бог И сказал мне Когда ты будешь Произносить эти слова В этот момент Это стекло Будет рушиться И будет происходить Исцеление Вот почему Мгновенно происходили Исцеления И сейчас происходят Христос Передал тебе Лично Юридическое право Получил Умерев Когда он умер Он спустился в ад И освободил Праведников Поэтому написано Воскресли многие святые И явились многим И на глазах у людей Поднялись в град Божий Сам Христос Писание говорит В послании к евреям Он со своей кровью Вошел в небесное Нерукотворенное святилище И восстал перед Отцом Поэтому у Него Сегодня есть право Тебя благословить И все благословение Которое имеет Христос Лично Его персональное благословение Как стопроцентного праведника Оно легло на тебя Поэтому ты стопроцентный Праведник Вот что такое благодать Ты стопроцентный Ты достоин Ты стопроцентный Праведник Ты помазанник Ты возлюбленный Сын Божий Вот почему говорится Если Бог сына своего не пощадил Но предал его за всех нас Как с ним не дарует нам и всего Чего всего Исцеление в семье А Исцеление в финансах Процветание То, о котором ты мечтаешь Ты думаешь, что ты мечтаешь о нем Потому что ты так решил Это может Бог заложил в тебя эти амбиции Может Бог заложил в тебя эти желания Это несогласие Жить не щите От болезни исцеления Если он сына своего не пощадил Как с ним не дарует нам и всего Вот почему он тебе дарует все Друзья, сегодня вера в благодать должна быть, а не в то, что ты что-то можешь. Ты должен признать себя грешником. Первое откровение, которое я пережил в жизни, что я самый страшный грешник на земле. Я клянусь вам перед Духом Святым. Я знал, я не повторю этого слова, кто я. Нет, на земле человека хуже меня. Вот было мое откровение о незнании. Но второе, друзья, я сам себя брал на замечание. Я требовал себя отлучить. Пастор Таня подтвердит это. Я не подавал людям руки. Я говорил, я грешник. Я сидел на задней лавочке. Я сам себя брал. Я требовал, чтобы меня отлучили. Братские советы собирались по 30 человек. И в один день я сказал, я хочу, чтобы братский совет собрался. И я хочу поговорить. Потому что я понял. Я зашел, они не ожидали этого. Пастор Федор намучился со мной. Я постился целый год. Я был зеленый. Знаете, уже зеленый и очень худой. Я весил 62 килограмма, друзья. Сейчас я на 120. Понимаете? Но тогда 62 весил. И вот послушайте. Я зашел и сказал. Они все смотрели на меня. Пастор Федор даже встал и сказал. Скажи, что с тобой? Я сказал. Я хочу сказать всем, что я оправдан кровью Иисуса Христа. Я праведник на 100%. Я святой. Я благословенный человек. Пастор Федор сказал мне. Да, да. Ты согласен со словом. Он прочитал, что свяжете на земле, это будет связано на небесах. Я сказал, да. Он сказал, становись на колени. Я стал на колени. Он положил на меня руки. Они все встали и сказали. Ты благословенный человек. С этого дня ты больше не можешь себя брать на замечание. Ты не можешь думать о себе плохо. Ты святой. Ты принимаешь это? Я сказал, да. И положили руки, помолились и сказали, иди. И сразу после этого я и стал пастором. Так вот, слушайте дальше, друзья. И поймите. Сегодня благословение Божье принадлежит вам. Вы должны знать, что вы грешники. Но благодать высвободилась. Поэтому не смотрите в сторону себя. Смотрите в сторону благодати. И когда даже все плохо, сразу, поймите, пропасть стоит между вами. И между тем решением, которое есть у Бога. Которое Он заслужил для вас своей смертью. Не верьте дьяволу. Он клеветник. Он врет вам все о вас. Слушайте дальше. Он передал тебе лично. Пункт 2. Почему лично тебе? Почему Он передал это лично тебе? Потому что Он твои личные грехи, преступления и нечестия взял на Себя лично. Поэтому сегодня, зная каждый твой грех, который был когда-либо сделан, все твое нечестие, все твои преступления, все, что ты сделал и делаешь, и даже будешь делать, Он все это знал. И это не дает нам права грешить. Давайте не начинать раскручивать эту тему. Нет. Факт есть. Он все это знал. Он лично за это все заплатил. Мы сейчас к чему-то придем. Слушайте дальше. Поэтому лично для тебя есть благодать Иисуса Христа. Ты должен ее принять. Слушайте дальше. Что, третий пункт, что еще Он взял на себя из твоей жизни? И я перечисляю. Когда Иисус был на кресте, Писание говорит, Муж скорбей, 53 глава, изведавший болезнь. И мы отвращали от Него лицо свое. И ни во что ставили Его, там говорится. Он был презираем, наказуем. И мы думали, что Он уничтожен Богом. А когда это было? Если все время за Иисусом ходили десятки тысяч людей. Все смотрели на Него. Иисус не болел вообще никогда. Историки говорят, и богословы все говорят, Иисус был. История говорит об этом. Под два метра ростом, широкие плечи, здоровый мужик. Он как человек был на сто процентов такой, как ты и я. Отклонения не было ни на одну клетку. Иначе жертва была бы недействительной. Душа у него была, все у него было. Послушайте. Так вот. Он был мужем скорбей на кресте. Там в Него плевали. Там отвращали от Него лицо. И теперь внимание, друзья. Послушайте меня внимательно. Там он был болен лично твоей болезнью. Твой рак был в Нем. Твой рак кишечника был в Нем. Твой рак костей саркома был в Нем. Лейкемия твоего ребенка была в Нем. Все было в Нем. Во Христе Иисусе нет ни мужчины, ни женщины. Поэтому были женские болезни, мужские болезни. Все было. Все эти клетки были. Эпилепсия была. Все было. Послушайте дальше. Болезни твои личные. Немощи. Второе напишение. Немощи. Немощи. Это касается. Записывайте. Двоеточие. Физического состояния. Первое. Физического состояния. Когда человек постоянно переживает недомогание. Постоянно у него что-то с обменом веществ. Постоянно с метаболизмом. Постоянно у него со щитовидкой что-то. Постоянно у него стрессы. От стресса у него уходят силы. Слушайте дальше. Это касается физического состояния. Дальше. Умственного. умственного состояния. То есть, когда человек глуп, когда его мозговая деятельность, она заторможена. Это может быть любой причиной, но он не обхватывает, он не разумеет чего-то. И Иисус взял это на себя, чтобы твой разум был в Духе Святом. Вот почему мы на саммите. Чтобы твой разум был во Святом Духе. Чтобы твой разум был наполнен силой Святого Духа. Дальше. Психологического состояния. То есть, когда ты психологически не вытягиваешь каких-то нагрузок, когда ты не можешь все обхватить, когда ты попадаешь под давление, и демоны давят на твою душу. Я говорю о чем-то знакомым. Так вот, Иисус это все перечувствовал за тебя. Лично. Твое давление было в Иисусе. Поэтому сегодня Его триумф живет в тебе. Ты скажешь, но Он не живет. Мы придем сейчас к этому. И на этом саммите ты увидишь Он будет жить в тебе. Дальше. Финансовое состояние. Это немощь. Когда ты буквально имеешь амбиции, но у тебя не хватает силы. У тебя не хватает мудрости. У тебя не хватает вообще вот просто ты оказываешься в немощи относительно финансов. Многие из вас, вы сейчас очень хорошо меня понимаете. О чем я говорю? Потому что я свою жизнь так прожил, друзья. В немощи. В финансовой немощи. Пока я не принес жертву Левит 22-29, которую мы будем в среду воскресенья приносить, друзья. И это будет жертва, которая приобретет благоволение. Я хочу, чтобы на тебе было благоволение. Такое же, как на мне. Аллилуйя. А на мне благоволение. И я благодарю за это, Господи. И я не буду упускать личную жизнь. В личной жизни многие из вас испытываете немощь. Вашу немощь испытал Иисус. Чтобы вы сегодня в этом преизобиловали победой. Благодать в себе несет полное исцеление для всех сфер твоей жизни. Но благодать нельзя заслужить. Ее можно только принять. Но мы об этом позже. Следующее. Что еще касательно твоей личной жизни Иисус взял на себя и лично тебе передал свое благословение? И в этих сферах. Смотрите. Приобретенные проклятия номер один. То есть ты сделал что-то. И это приобрело, открыло дверь в твою жизнь демонам. Иисус пережил наказание за тебя. Чтобы ты сумел принять благодать. И благодать, друзья, это когда к тебе приходит мысль, что делать. Меня все слышат? Благодать это когда к тебе приходит мысль, что делать. То есть вот смотрите, когда к человеку приходит благодать, он начинает понимать. Вот что такое благодать. Благодать была у Евы. Она имела выбор. И вот есть время благодати. Раз. Благодать открылся. И ты понимаешь. Нужно пойти попросить прощения. Нужно вернуть деньги. Нужно вообще покаяться в том и в том. Это действие благодати. И ты исцеляешься. Иисус все для этого сделал, чтобы ты услышал эту благодать. Смотрите, приобретенные проклятия. Второе. Родовые проклятия. Все, что по роду шло, Иисус пережил на себе родовое проклятие. Твое личное. Болезни. Немощи. На семейной сфере, на душевной, на финансах. Наведенные проклятия. Иисуса проклинали. Но в самом деле не Иисуса. Твои проклятия Он взял на себя. Слова следующие. Сказанные на тебя. Начиная с детства, Иисус принял на кресте в свою жизнь. Слова, запишите, сказанные на тебя. Начиная с самого детства, Иисус принял на кресте в свою жизнь. И Он это все пережил. Чтобы слова, которые Отец сказал на Иисуса, это Сын Мой, в Котором Мое благоволение, исполнились сегодня на тебе. Последствия. Слушайте дальше. Следующее. Последствия твоих неправильных решений Он принял на себя. И ты скажешь, как такое может быть? Да. Сегодня ты должен знать последствия твоих неправильных решений. Иисус на кресте терпел за это. Чтобы ты сегодня, знаешь, ты можешь жить и терпеть последствия. А можешь принять благодать и все, только благословение, потому что Иисус не согрешил, поэтому ты праведник на сто процентов. Ты не можешь нести за это наказание. Вот что происходит. Это чудо. Это чудо. Это чудо настоящее. Благодать – это чудо в твоей жизни. И теперь, друзья, мы подходим. Я прошу вашего внимания. Как это работает? Вот самый главный вопрос в этом вступлении. Как это работает? Почему я тогда живу так, как не должен жить? Как говорит Библия, я так не живу. Благодать, я так не живу. Как это работает? Друзья, внимание, вы должны сейчас все мне услышать. Это работает. Работает исключительно. Поверья. Это работает. Вы пишите. Поверья. Как это срабатывает практически, запишите вопрос. Потому что у вас вопрос по вере. Ну что значит по вере? Как это срабатывает практически? И вот сейчас, друзья, вы услышите то, что вам всем нужно сейчас узнать. Это должно изменить вашу жизнь уже сегодня. Не говоря уже о завтра. Как это срабатывает практически? записывайтесь вера это то что бог утвердил на небе и на земле как состояние гарантирующие даже больше вызывающие бог вызывающие бога проявить себя и более конкретно я еще прочитаю вам вы послушайте и более конкретно свою праведность свою верность что не позволяет богу не проявиться я сейчас прочитаю еще раз вы поймете и так как это срабатывает практически вопрос как это срабатывает практически если бог сказал смотрите вера это единственное условие как работает благодать вера это то что буквально вызывает бога чтобы он подтвердил что он праведный вы скажете вы можете что бог может быть неправедный большинство христиан 99 процентов считают бога неправедным во многих вопросах соблазняются на нем не ожидают уже ничего от него живут своей жизнью держаться от бога на дистанции потеряли доверие к богу не восстановленные доверия к богу у них и так далее друзья чтобы вы знали соблазн на боге это самый первый соблазн впервые даже чем на себе и вот поэтому сегодня друзья я вам говорю вера это то что доказывает вызывает бога доказать что он праведен поэтому первое послание и она 1 глава 7 стих говорится если мы исповедуем грехи наши то он будучи не понял верен и праведен а что он может быть неверен бог и неправеден нет верен и праведен написано простит и очистит нас то есть оказывается он свою верность нам доказывает своим прощением и своей работой над нами не мы себя чистим а он нас очистит о господи я наверно шокировал вас бог докажет свою верность и свою праведность когда ты выносишь во свет свои грехи что он верен и он праведен он докажет это и чем он простит тебя вот его прощение это доказательство того что он верный что он праведный вы меня понимаете теперь или нет что он праведный бог грешный бог а праведный бог ого вы наверно думаете как такое может быть а я вам кое-что прочитаю прежде чем мы закончим эту мысль нам осталось чуть-чуть чуть-чуть сегодня много нельзя потому что то что я говорю это то что должно сегодня взорвать вашу жизнь послание к римлянам и мы с вами читаем 321 но ныне посмотрите 20 стиху потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть ибо законом познается грех но ныне независимо от закона скажите со мной все независимо от закона еще раз не зависимо от закона независимо от того вообще что с тобой происходит но ныне независимо от закона явилась праведность божья то есть не человеческая божья о которой свидетельствуют законы пророки праведность божья то есть является правда то есть вы знали это праведность. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. То есть вообще нет исключений никаких. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому только через веру можно иметь славу Божью. 24 стих. Получая оправдание даром по благодати Его. Скажите, по благодати Его. Представляете? Получая оправдание. Даром. То есть только пытаясь лучше стать, чтобы ее получить. Остаюсь без благодати. Получая оправдание даром по благодатию. Искуплением во Христе Иисусе. То есть Христос, прежде чем ты родился и был на земле, Он искупил тебя. Искупил. Почему термин искупил? Потому что Адам тебя продал, и ты не принадлежал Богу. Юридическое право дьявола было на тебя, и он врет тебе, что он дальше претендует на тебя. Он врет тебе, он пытается говорить, болезнь принадлежит тебе, но это обман, это ложь. Болезнь незаконна в тебе. Боль незаконна в тебе. Одиночество незаконна в тебе. Нищета незаконна в тебе. Ты искуплен от этого. И дальше говорится, которого Бог предложил, 25 стих, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови, его через веру. А зачем? Запятая здесь. А зачем? Для показания. Смотрите. Я хочу вашего внимания. Через веру. Для показания правды его, то есть праведности его, с большой буквы, Божьей праведности, в прощении грехов, соделанных прежде. О, Боже! Христос умер, чтобы сегодня Бог, простив тебя, показал свою праведность всем. Во время долготерпения Божьего, слушайте, опять запятая, опять, к показанию правды его, то есть праведности его, в настоящее время доявится он праведным. О, Боже мой! Доявится он в твоей жизни праведным. Смотри. Праведным и оправдывающим, верующего в Иисуса. Оказывается, друзья, все настолько серьезно, что вы даже никогда не думали, что когда вы сегодня сомневаетесь в Божьем прощении, вы ставите под сомнение праведность Божью. Вы ставите под сомнение смерть Христа. Сегодня все было свершено. Смерть Христа, она была по Писанию, то есть, значит, по договору, который был сотворен еще до сотворения мира. И Дух Святой положил это на бумагу для нас, чтобы у нас был документ, который свидетельствует о том, что нам принадлежит стопроцентная праведность, независимо от наших дел. Мы признаны Богом праведными по вере в жертву Иисуса Христа, в Его пролитую кровь, поэтому кто призовет имя Господне, тот спасется. Вот о чем идет речь. И теперь слушайте внимательно, о чем мы говорим. Вот теперь уже вопрос, повторяю, и так, как это срабатывает практически в твоей жизни, если это так лично касается тебя, и так лично касается праведности Бога, чтобы ты мог Ему доверять, значит, что Он праведный, и праведность Его выражается в прощении грехов, в искуплении, и в том, что тебе принадлежит сто процентов праведность Христа. И значит, все благословения, исцеления, чудеса, все принадлежит тебе. Вот почему Бог творит чудеса. Если бы Он мне не дал это откровение в самом начале, Он бы не мог их творить. Запомните, основанием всех людей на земле, всех божьих людей, которых посетил Святой Дух, является откровение о крови Иисуса Христа. Вы знаете, что это Рема? Откровение, когда Бог говорит. И теперь внимание. Точно так, как Рема, Бог ставит человека ловцом, ловцом человеков. И Он дает ему откровение. Он говорит, ты пастор. И человек ловит. Многие люди находятся в служении такого человека, в его откровении, тоже пасторами, но они в его откровении. И Писание говорит, верный в чужом будет иметь и свое откровение в свое время. Но люди, часто не имея откровения, пытаются иметь то, что имеет тот, кто имеет откровение. Вот вы должны понимать, что сегодня передается вам. Апостол Павел, он приходил и преподавал благодать. Итак, внимание. Итак, как это срабатывает практически? Братья и сестры, прошу, слушайте, действует Святой Дух в твоем конкретном обстоятельстве. Дух Святой сегодня не мог бы творить чудес, если бы не было веры в эту истину благодати. И сегодня, даже когда ты не имеешь веры, но я ее имею, Бог в твоей жизни творит чудеса. Но сегодня, когда ты начинаешь ее иметь на саммите, твоя жизнь взрывается. Ты даже еще этого не понял. Что с тобой будет уже сегодня вечером? Когда ты начнешь только думать об этом. Это семена, которые будут вырастать в тебе, как гришечное зерно, которое превратится в огромное дерево. Смотри, Дух Святой действует. Вот как это работает. Потому что вы думаете, как благодать работает. это действие Святого Духа в жизни человека, в его конкретном обстоятельстве. Это рема, это откровение, это действие. Глагол. Скажи со мной, глагол. Слово это глагол. Это действие. Теперь слушай дальше. Внимание. Только его работа может забрать последствия и дать незаслуженное. Внимание. И дать незаслуженное. Что такое благодать? Что значит Евангелие благодать? Что может стать причиной потери благодати? Копейка. Самое первое. Копейка за дар и остаешься без дара. Это первое. Евангелие благодати. Вы должны знать, что сегодня оно открывается вам. И вы начинаете уже потихоньку понимать, что когда сейчас, вот представьте, вы находитесь в состоянии, у вас чувство вины, у вас чувство осуждения, вы видите себя, ваше зеркало, вы знаете, это ужасное зеркало. Поверьте мне, дьявол кривые зеркала оставит всегда. Он пытается повредить тебя, чтобы ты видел себя с какими-то пороками, чтобы ты не понимал, что ты Сын Божий, что Христос поменялся с тобой местами, ты не имеешь права даже думать о себе так. Ты и так знаешь, что ты грешник на сто процентов, но он забрал тебя туда. Он не просто твои грехи, он тебя забрал туда. Сегодня уже не ты живешь, Христос живет в тебе. Сегодня уже не просто дух твой живет. У тебя есть твой дух, но есть дух святой, который живет в твоем духе. Есть дух святой, который живет в твоем теле. Есть дух святой, который живет в твоей душе. Позволь ему жить, но чтобы дать ему вот этот портал, вот этот туннель, Вот понимаешь, вот эта дверь, которая открывает действие Духа Святого в твою жизнь. С неба прямо, с неба, с третьего неба. Вот Дух Святой рядом. Бау, чтобы Он действовал моментально. Тот, который пришел с неба. Послушай, эта дверь, это вера. Наставление в вере. Наставление в вере. Третья глава Галатам. «Сие хочу только знать от вас», Павел говорит. «Через дела или закона вы получили Духа или через наставление в вере?» «Столь многое, говорит». Ой-ой-ой, какие слова. Претерпели вы, неужели без пользы? Если бы только без пользы. Ранение идет мощное. Дьявол хочет уничтожить нас. Лишив нас того, что на самом деле является истиной. Истина. Дух истины, Дух Святой. Послушай. Истину приносит тебе. О Христе. Христос в тебе. И ты в нем. Сегодня, что бы ни происходило, чувство вины. Ты осуждение. Ты ранен. Ты разбит. Ты потерялся. Ты принял неправильное решение. Что бы ни было в твоей жизни сегодня. Да пойми ты, что благодать больше. Намного больше. Поэтому сегодня и не рассчитывай на то, что сейчас я что-то исправлю и буду молиться. Нет. Сразу скажи, Господи, я сейчас рассчитываю на твою благодать. И Он, будучи верен и праведен, видя, что ты признаешься, очистит тебя, простит тебя, поможет тебе. Не ты сам, но Он сделает это с тобой. Сегодня вы должны знать, счастье даровано нам, благодать Иисуса Христа, Господа нашего. И любовь Бога Отца, как следствие, открывается нам, а не суд Его. Не как судья, но как любовь. Не имеющий любовь, а Он есть любовь. И общение Святого Духа. Друзья, внимание теперь. Веря в благодать, вы имеете общение Святого Духа. Внимание. Не вы общаетесь со Святым Духом, а Дух Святой общается с вами. Общение Святого Духа с вами. Люди часто думают, я буду общаться с Духом Святым. Но тут обратная связь. Она начинается через веру в благодать. Так я не заслужил, я грешник. Как Дух Святой будет со мной говорить? Я такое вообще сказал, я такое сделал. Не, 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 это вообще не играет роли никакой. Вера играет роль. А не дает ли это нам право грешить? Глупцам. А мудрецам это дает право подняться с Богом. Дух Святой, Дух Истины, а не Дух Греха. Он Дух Святой. И Он поможет тебе. А если ты во грехах, и Дух Святой вот сейчас стучится в твой... Все правильно. Он поможет тебе. Он выведет тебя. Верь. Верь в благодать. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Дух Святой. Продолжение следует...